Здравствуйте! Несмотря на то, что тема сегодняшнего выпуска достаточно серьёзная, вы не услышите ни информации из официальных источников, ни статистики никакой. Человек живёт всё-таки не цифрами, а ощущениями и эмоциями. Именно об ощущениях я вам сегодня и расскажу. О своих личных. Кто я такая, чтобы рассказывать людям о дорогах на побережье Болгарии? Мы здесь живём с семьёй уже второй год. Мы очень хорошо изучили побережье Болгарии от Созополя до Варны. И поверьте мне, есть что вам рассказать. Поскольку живём мы на Солнечном берегу, начну, пожалуй, свой обзор именно с этого прекрасного курорта. Здесь нет названий улиц, здесь квартал, например, квартал Чайка и всё. Поэтому я буду просто называть вам какие-то комплексы либо магазины как ориентиры. Автомобильные дороги, в общем и целом, здесь хорошие. Одно исключение только. Есть улица, которая идёт мимо супермаркета МН. Улица сама по себе неприглядная. Она такая там со складами. Есть, конечно, и комплексы там отдельно стоящие. Но сама дорога старая и требует, конечно же, реконструкции. Всё остальное там очень хорошо. Если какая-то яма появляется на дороге, то её, как правило, в течение двух дней ликвидируют. Были проведены большие работы в прошлом году. По центральным улицам ездить приятно. По некоторым дорогам супер просто. Мне нравится очень ездить. Единственное, это более жёсткие, лежащие полицейские, чем в Латвии. Но к этому быстро привыкаешь. И это, наверное, даже и не так же плохо, если говорить о безопасности пешеходов. Вне сезона проблем со стоянками нет. А то вы можете машину оставлять практически где угодно. Всё это бесплатно. Но в сезон проблема такая, что просто нет стоянок свободных. Очень много появляется ограничительных знаков с наступлением сезона. Потом, когда сезон, соответственно, заканчивается туристически, эти знаки убираются. В основном ездить довольно-таки приятно, как я уже сказала. Но есть проблема с тротуарами. Очень серьёзная. То есть для пешеходов, для мамочек с колясками, даже для велосипедистов здесь ничего не приспособлено абсолютно. На велосипеде можно покататься классно, когда заканчивается опять же сезон. Вот весна или осень, когда ещё достаточно тепло, но уже нет народу. И вы можете ехать тогда по прекрасной набережной, на которой все эти ларьки закрываются. И тогда чудесно. В остальном есть велосипедные дорожки по направлению к Кошарице. Её продлили прошлым летом. И по направлению к Тынково. Это близлежащие сёла, так сказать. В прошлом году были проведены большие работы по обустройству центральной одной дороги вместе с тротуарами. Было сделано осенью также кольцо с пешеходными переходами около Лидла, который не так давно у нас открылся на Солнечном берегу. Это зимой. Я пока не видела, чтобы проводились какие-то работы. Но я надеюсь, что сейчас в январе они там, наверное, бюджет поделят и что-то будет происходить весной ещё. Потому что тут, конечно, есть куда расти. Есть комплексы, около которых не обустроена часть вокруг комплексов, да, где должны стоять или ехать машины. Много есть комплексов, в которых эти части просто не обустроены вообще. Чуть ли это сделано в ближайшее время, трудно сказать. Много строится комплексов, соответственно, вокруг них тоже там пока ничего не налажено. Я добавлю, что это скорее издержки активного развития. Но всё-таки я очень сильно надеюсь, что тротуары с советских времён будут исправлены. Об этом у меня есть отдельный выпуск. Пожалуйста, кому интересно, можете зайти посмотреть. У нас в семье две машины. Мы оба водители, я и муж. У нас куплены виньетки на год. У нас оплачены все государственные пошлины, сборы и прочее. Наши дети обучаются на болгарском языке. Муж трудится усердно на благо Балгарии. Ну, а я знакомлю мир с этой прекрасной страной. Получается у меня это довольно неплохо. Об этом вы можете судить по комментариям к моим многочисленным видео. Это я к тому, что мы своим присутствием здесь никоим образом страну не обременяем. Мы, наоборот, стараемся принести пользу максимальную Балгарии. Еще немножко по окрестностям скажу, что есть село Кошавица, да, рядом совсем. Большое, но хорошее село. Там есть достаточно красивые частные дома. Есть комплексы достаточно такие очаровательные. Там очень красивые виды открываются. Но если вы туда поедете, имейте, пожалуйста, в виду, что на дорогу может запросто выйти стадо коров. Здесь сельское хозяйство очень развито. И как только вы отъезжаете куда-то в сторону от центральных дорог, то вы можете с этим столкнуться. Будьте к этому готовы. Также могут переходить дорогу там стадо овец, баранов. И за ними могут бежать большие собаки еще больше, чем эти овцы. Вот, ну, такие вот особенности местного колорита. Также, если вы поедете в какие-то села искать себе дом, предположим, да, вот как у нас тут есть село Тынково, недалеко от нас. Там тоже внутри этого села довольно неплохие, ну, нормальные дороги, вполне пригодные для езды. Но ни в коем случае там не ездите быстро, потому что на дорогу могут выбежать маленькие дети. Там очень много жителей, молодых. И дети бегают сами по себе по дороге. И я думаю, что это не только в этом селе так. Ну, вот, есть, конечно, расположены частные дома, либо какие-то отдельно стоящие комплексы таким образом, что туда без джипа ты просто не подъедешь, особенно если пошел дождь. Валя, вот мы летом переехали, и осенью я уже работала в агентстве недвижимости. И иногда приходилось показывать такие дома, скажем, в той же Кошарице. Ну, там есть рядом вильная зона, так называемая дачная зона, да, виллы, где стоят отдельно стоящие. И там к некоторым домам такой подъезд, что, ну, на простой машине, на легковой, на маленькой поменяют. Ну, затруднительно подъехать туда. Скажем, есть такое село по направлению к Бургасу, если ехать к Облежково, там ужасные дороги совершенно. Хотя там рынок знаменитый такой, довольно-таки известный в Болгарии, по четвергам. И туда съезжается очень много народу. И там в селе в самом живет очень много людей, которым нравится это село, которое его любят. Но внутри него совершенно ужасные дороги с большими аварийными ямами. И когда я об этом рассказала после своей поездки туда, на этот рынок, мне написали болгары в комментариях даже, ну, потому что я там сказала, что, ребят, ну, дорогу-то, когда уже починят, вы мне напишите в комментариях. И болгары написали, что сельские дороги, ну, практически не ремонтируются. Я не знаю, как так может быть, но просто вам рассказываю, как есть, то, что я знаю. И если меня смотрят какие-то жители Облежково, я искренне переживаю. Напишите, пожалуйста, если у вас что-то изменилось с тех пор. Там еще родник такой хороший тоже есть, но дороги там ужасные. Поэтому если вам показывают какой-то дом, либо отдельно стоящий комплекс, и рассказывают о том, что в ближайшее время эта дорога будет сделана, но вы видите, что там нету рядом ни катка, ни грузовика с асфальтом, ни каких-то еще необходимых для этого вещей, то, ну, не верьте. Нет. Что касается всех прибрежных городов, это и Несебр. А, Несебр, кстати, тоже, да. Старая его часть, она очень знаменитая, туда съезжается толпы туристов, и не только в сезон, и находится эта часть города под охраной ЮНЕСКО, и, конечно же, там все хорошо, несмотря на его возраст этого города. Там все очень прекрасно с дорогами, и с тротуарами, и в самом Несебре тоже в новом. Все ездить одно удовольствие, действительно, единственное исключение могут составлять участки, да, которые находятся около жилых домов старого фонда, ну, советских времен, да, дома, которые многоэтажки построены. Вот около них там могут быть какие-то старые неровные тротуары, ну, наверное, это как везде. И с этим никто ничего не делает. Дальше у нас там, правда, тоже все хорошо. Я не могу сказать ничего плохого. Я там не жила, правда, но мы там очень много гуляли, мы много там ездили и на машине, и пешком ходили. Ну, просто не к чему придраться, действительно. Там и тротуары, и дороги, все на достаточно высоком уровне сделано. Конечно, так всегда будет, что туристические города, в которые приезжают на отдых люди, они будут ухожены, в них будет больше вложено денег в те же самые дороги, да, чем в какие-то другие места. Имейте это в виду, пожалуйста, когда выбираете себе место для проживания. Дальше идет Ахиллой. Ахиллой, кстати, тоже вот достаточно большой такой поселок. И мы тоже там были с Сашей, там очень красивые виды открываются. И сами дороги по центру Ахиллой нормальные. Но мы ехали вдоль моря на машине, и там, конечно, ну, грунтовка такая, которая вот идет вот так вот, но зато ты едешь вдоль моря. Не везде есть такие возможности. То есть, если вы приедете сюда на своей машине, либо вы возьмете где-то в аренду автомобиль, вам есть где поездить, вы можете абсолютно на машине объездить все побережье Черноморское. И вам это доставит удовольствие. Главное, не съезжайте с какой-то главной дороги, потому что уезжая куда-то, например, вот как в Святом Власе, Святой Влас идеально вообще все, и тротуары шикарные, и дороги там супер, ну, просто вот как на выставку, понимаете, все сделано, но это внизу. А если вы подниметесь наверх, туда, к месту, еще выше, еще выше, там прямо идет, как этажность такая, да. Есть, например, там Life Clinic, вроде бы такое место, которое, ну, вот мы туда ездили, да, с Мишей, потому что там педиатр был, к которому нас отправили. И навигатор мне вовремя не сказал, что здесь я должна свернуть вот направо. И я уехала наверх. Я оказалась на пятачке на маленьком, который практически на вершине этого большого холма. Вот. И если бы там стояло на одну машину больше, возможно, я бы просто не смогла оттуда выехать. Ну, довольно-таки экстремальные есть места на верхних частях, да. То есть, если вы съезжаете с какой-то центральной дороги, то будьте очень внимательны и осторожны. Если вы в себе не уверены, не уверены в своих картах, навигаторах и так далее, то, наверное, лучше этого не делать, особенно в плохую погоду. С погодой, да, у нас вот зима сейчас суровая. И сейчас в данный момент я сижу, записываю видео, вижу, как снежок такой маленький идёт. Конечно, он быстро растает, но тем не менее, ночью у нас минусовые температуры. И как следствие, я уверена, что с утра, например, дороги скользкие. Если это какая-то холмистая местность, то, наверное, приятного мало. Был даже снегопад уже один большой в горах. И я знаю, что там были очень большие, серьёзные проблемы с передвижением. Но это скорее исключение, чем правило. Всё-таки Болгария очень солнечная, тёплая страна, особенно её черноморское побережье. Саша у меня работает в Бургасе. И ехать от солнечного берега до Бургаса где-то 30-40 минут. Ну, смотря до какого места в Бургасе вы едете, да. Я вам хочу сказать, что это одно сплошное наслаждение. Во-первых, практически никогда нет пробок. Во-вторых, достаточно немного светофоров каких-то там, кольца. Единственное, кольца, когда оно тройное, я уже об этом неоднократно говорила, здесь отличается тем, что съезжать с кольца можно не только с крайней полосы, как, скажем, мы привыкли, да, в Латвии. У нас перестраиваются внутри кольца, и перед съездом ты должен находиться исключительно в крайней полосе. По-другому никак. Здесь по-другому. Здесь ты можешь съезжать с любой из полос, с кольца, но при этом соблюдая ту самую полосность. То есть со второй полосы ты выезжаешь как бы на вторую полосу дороги. Но проблема в том, что далеко не все ее соблюдают, особенно в сезон, там творится настоящий хаос. И, честно говоря, я до сих пор к этому не привыкла. Но это если кольцо тройное. Если оно двойное, то ничего страшного, нормально, можно справиться с этим легко. В сторону Созополя мы сейчас с вами отъедем. Слушайте, ну тоже туда ехать одно сплошное наслаждение. Очень прекрасно, приятно. Это можно сказать и о старой его части, и о новой части. Одно но. Мы посещали там мыс Акра. Это такое интересное очень место. Оно фигурировало даже в списке достопримечательностей Созополя. Но, ребята, это, наверное, самая впечатляющая дорога из всех, которые я видела в Болгарии вообще. То есть там ее, ну по факту, ее как бы нету. Хорошо, что у меня был Саша за рулем. Если вы не очень уверены в себе, то лучше туда даже не соваться. То есть есть такие места, пусть они даже являются достопримечательностями Болгарии, в которые достаточно опасно ехать. Опасно для машины, опасно для вас. Здесь есть много мест, которые как бы вот идет дорога, тропинка, да, скажем. Вы идете там с детьми гуляете, и раз, вниз обрыв такой резкий. Он ничем не загражден. То есть нужно, если вы идете пешком с ребенком за руку, если вы за рулем, то нужно быть внимательным, особенно если какая-то горная местность. То есть вот любая поездка у нас так. Пока мы едем именно туда, по центральной дороге, все хорошо. Как только ты куда-то сворачиваешь, тут возбуждены нюансы уже. Но в общем и целом я бы сказала, что все наши поездки и все мои впечатления намного лучше, чем я ожидала. Я объясню почему. Потому что мы когда поначалу, перед тем, как поселиться жизнь в Болгарии, да, мы изучили немножко Турцию. И в Турцию мы ехали через 9 стран европейских. И крайней была Болгария. И мы ехали как бы по ее северной части, получается. И о том, что мы едем по платной дороге, нам говорили только вот эти вот таблички, на которых написана виньетка. И мы ехали и не понимали, типа, почему эта дорога платная. Это даже не дорога, это просто какая-то узкая такая заасфальтированная полоса местами. Ну, в общем-то, возможно, у нас навигатор повел где-то не там. Но все равно на этих дорогах стояли вот эти вот знаки, что вы едете по платной дороге. И нас это довольно-таки неприятно удивило. Но потом уже, когда мы из Турции ехали уже в Болгарию, мы ехали по другой дороге. И там было уже, ну, все более-менее прилично и нормально. И поэтому я и говорю, что в дальнейшие наши поездки я частенько удивлялась. Ну, надо же, какие хорошие дороги. Удивительно. То есть, когда мы там ехали по той северной части, ну, создается впечатление, что вся Болгария такая. Нет, это далеко не так. И в Болгарии очень много мест, которые способны удивить самого притязательного туриста. Итак, в Сосополь мы с вами съездили. Один раз мы с Сашей ездили в такое село Елхово, называется. Это довольно далеко от нас. Дорога заняла, по-моему, около двух часов. Мы ехали на джипе, и очень правильно, что мы так сделали. Потому что буквально за пару километров уже до этого села, оно большое тоже, там, ну, естественно, частный сектор, да, там просто дорога, нормальная, абсолютно хорошая дорога, потом ее как обрубают, и начинается на ровном месте вот такие вот ямы, канавы. На встречу нам тогда ехали три комбайна огромных. Я вообще сидела, я не понимала, как мы с ними разъедемся. Ну, я такая паникерша достаточно, да, несмотря на то, что я 20 лет уже за рулем. Так вот, есть такие места, да, я не устану это повторять, с сюрпризами. Сюрпризы могут быть достаточно удивительными и не в лучшую сторону. Но я думаю, что это, наверное, о любой стране, можно так сказать. Та же самая Турция, которая славится на весь мир своими чудесными, прекрасными, действительно, небезосновательная. Это действительно очень хорошие, большие центральные дороги. Но в деревнях я не думала, что там дела лучше обстоят. Вернее, я уверена, что они там не лучше обстоят. Потому что я же смотрю видео до сих пор тех людей, которые живут в Турции. Ну, просто мне интересны остались сами эти люди, которых я смотрела когда-то давно, еще из Латвии. Я слежу за их жизнью, куда они ездят, как они путешествуют, и достаточно увлекательно. Иногда, для отдыха. Так, дорога Бургас-Варна. От Бургаса до Солнечного берега. Как я уже сказала, вы летите, наслаждаетесь жизнью, влюбляетесь в Болгарию, все у вас хорошо. Хорошо. Дальше дорога эта идет наверх. Я бы это назвала горы. Но болгары меня сразу же исправят, что это холмы. Это никакие не горы. Ты гор не видела. В общем-то, наверное, я еще пока морально не готова увидеть настоящие горные дороги. Потому что, ну, там я ехала за рулем тоже, да, до Варны отсюда, от нас, от Солнечного берега. И, честно говоря, я там не отдыхала за рулем. Я там в напряжении. Ну, потому что мне довольно-таки страшно. Там довольно узкая дорога. Ты понимаешь, что если, не дай бог, что-то навстречу вдруг, какая-то непредвиденная ситуация, деваться некуда. Снизу обрыв. Уехать просто, уйти некуда. Это ее главная причина. Мне как-то писали в комментариях, что утвержден план расширения этой дороги. Но наверняка это не будет речи те о горах. Там ее расширять просто некуда. Я не знаю. Я не дорожный строитель, не инженер. Я что-то сережку потеряла где-то. Где моя сережка? Интересно. Очень интересно. Нашла я сережку. У меня их много. Я вот другую одела. Челушка зря пропадать будет. Вот так. Так тоже, конечно, симпатично. Так вот. По пути в Варну есть прекрасные места, такие как Обзор, Бяло. Мы тоже там неоднократно бывали. Там точно такая же история. Все главные дороги идеальные. В самой Варне. Что нам не понравилось? Не понравилось нам то, что мы, например, хотели где-то припарковаться, чтобы поесть. В центре города у нас это совершенно не получилось. Было воскресенье, по-моему, какой-то выходной день. В общем-то, все стоянки забиты. Нет никакой возможности. На всех светофорах пробки. Дороги хоть и большие, широкие и довольно-таки прямые, но их явно мало там. Просто машин много, дорог мало. Скорее всего, так я бы охарактеризовала. Сам город чудесный. У меня есть два прекрасных выпуска. Пожалуйста. Вообще, кстати, в конце этого видео вы увидите квадраты на экране такие. Один квадрат будет плейлист прогулки по Болгарии. Заходите, смотрите. Это практически авторские экскурсии, я бы сказала так. Вы узнаете для себя очень много интересной и новой информации. Вы бываете вместе с нами во всех этих местах, которые я вам сегодня причисляю. Увидите с точки зрения именно простого человека, как вы бы увидели этот город, если бы вы туда приехали. Я думаю, так я бы охарактеризовала. Вот. И также я оставлю там второй. Еще один квадратик будет об окрестностях нашего солнечного берега. Там тоже очень хорошая прогулка. Очень подробно рассказано все, что вас будет окружать. Если вы приедете к нам на отдых, либо на постоянное проживание. Это, ну, весьма познавательно и ценно. Продолжим. Аварния. Хороший город. Но тоже там есть такие холмы большие, еще больше, чем в Святом Гласе. И там уклон дороги есть к этим комплексам, которые стоят вот на этих холмах. Просто вот такой, вот такой вот, реально. Вот так вот. Но эти дороги даже там, они идеально сделаны. Они очень хорошего качества. То есть полотно такое прям ровненькое. Видно, что новенькое. Ну, конечно, мы там были два дня всего, да, в этой варне. Конечно, мы там много чего не изучили. Но я вам просто рассказываю свои впечатления. Первое. В итоге мы уехали в спальный район. Там оставили машину и поели там же в спальном районе в очень интересном заведении общепита. Посмотрите, там интересно и, в общем-то, классно. Там уже спокойно мы припарковались. Около какого-то дома советских времен. Смотрите, смотрите, кто-то велосипед припарковал, как удобно. Тимур говорит, кто-то по дороге ехал и велик залетел туда. Ой, я довольная такая. Так понравилось нам это место. Данную тему я, наверное, так резюмирую. Если вы покупаете квартиру в комплексе, либо какой-то частный дом, просто смотрите, чтобы подъездной путь уже был сделан. Если он еще не сделан, то, возможно, вам просто придется делать его за свой счет. Чтобы не быть голословной, есть, например, такой комплекс, очень хороший, классный каскадос. У него вокруг центрального входа абсолютно дичайшая, никак не благоустроенная территория. Там грязь, не заасфальтировано ничего. Там можно было бы сделать стоянку, но, видимо, земля принадлежит кому-то другому. Ну, в общем, я не буду углубляться, но просто по факту. И это уже, вот сколько мы здесь живем второй год, там ничего не меняется. Естественно, там накиданы какие-то кусты растут, какой-то мусор накидан. И все это, конечно же, не радует жителей этого комплекса и тех, кто проходит просто мимо. Представьте, вот где бы вы ни поселились, ведь вам же туда надо будет подъезжать каждый день. Поэтому, ну, это серьезная тема. У нас есть велосипед, ну, у двоих детей. Я езжу иногда на Тимурином велике. Кататься довольно часто. Я люблю по комплексу кататься больше всего. Я себя чувствую так в безопасности. Я точно знаю, что у меня навстречу не высточит никакая собака. А Тимур у меня, он такой экстремал. Он здесь объездил все. Он даже у меня в Бургас и в Сарапово ездил на велосипеде с солнечного берега. Сам у него это заняло, там, 3-4 часа, чтобы добраться в одну сторону. И это возможно сделать. И когда я спросила, Тимур, ну, скажи, ты бы посоветовал там кому-то совершить такую прогулку? Он такой, ну да, нормально, а чего? И он и не ехал по трассе, естественно. По трассе это очень опасно. Не нужно этого делать. Он ехал вдоль моря, там, этими вот мимо Ахилово, мимо Равда, вот где-то там какими-то этими проселками. Ну, раз он нашел мальчик 16-летний, то если вы там взрослый человек, конечно же, вы тоже найдете, как добраться до туда. Если вы захотите совершить какие-то большие грандиозные велосипедные прогулки, у вас здесь просторы огромные. Но это в том случае, если вы не такие трусливые, как я. Здесь можно найти, где прокататься и менее экстремально, и более экстремально. Это здорово. Конечно, здесь нету таких велосипедных дорожек, как в каких-то более развитых городах. Но я думаю, что это все впереди. Ну, и тем более здесь есть много чего другого прекрасного. Поэтому предупреждаю. В велосипедных дорожек специально предусмотренных здесь либо мало, либо нету. Что еще скажу, что Саша у меня ездил по работе неоднократно уже в Софию. Дорога до туда в 300 километров приблизительно. На всем пути чувствовал он себя абсолютно нормально. Но ему всегда везде нормально. У меня такой муж, ему все всегда нормально. Но даже он сказал, что есть такой участок дороги там, который в очень печальном и плачевном состоянии. Но тут же вот он мне только это рассказал. И в новостях он услышал, что закрыта там часть дороги из-за ремонта. И он так подозревает, что именно эту часть там ремонтируют. Там, конечно, хуже дороги, чем в ванне. Они ездили, видите, в спальные районы. Там мебель устанавливают кому? Ну, естественно, частным лицам, которые проживают. Вот. И в некоторых там спальных районах, ну, довольно плачевно тоже все с этими дворовыми территориями. Ямы есть. И, в общем, он сказал, что ему не понравилось. Не обижайтесь, пожалуйста. Я рассказываю все, как есть. В заключении расскажу вам о содержании машины. Мы из Латвии, поэтому нас сильно не удивишь. Сашина машина уже зарегистрирована на болгарский номер. Моя машина, поскольку она новая, у нее техосмотр был сделан на два года. Соответственно, я буду позже это делать чуть-чуть, да, вот уже этой весной. Ну, перерегистрировать на болгарские номера. Поскольку у нас в Латвии это все довольно дорого. Все эти дорожные налоги, техосмотры и все остальное. Страховки тоже, да. Тут нам, у нас не вызывают шока эти цены. Ну, приблизительно, то на то и выходят. Местами даже дешевле. Здесь, в Болгарии. Я не скажу вам точно все. Это зависит от очень многих факторов. Это зависит даже перерегистрировать машину. Смотря с какой стороны ваша машина. То есть, это вообще отдельная тема. И я в ней не сильна. И, вообще-то, такие вопросы нужно узнавать по факту. Когда вы уже пришли в КАД. Потому что, как вы знаете, все довольно часто меняется. КАД есть в Бургасе. Саша перерегистрировал машину именно там. Есть у меня об этом тоже выпуск на канале. Виньетка, как я уже сказала, у нас купленная на одну и на вторую машину. Налог годовой. Саша пока не платил, потому что просто не пришло ему еще это письмо. В котором указано, сколько он должен заплатить. Стоит часто здесь контроль, который виньетки контролирует. И, конечно же, стоят на скорость проверяют. Но это чаще, это подъезды к большим городам. Там, к Бургасу, да, например. И, скажем, в Латвии у нас штрафы были. Неправильно поставил машину. 40 евро. Скорость превысил больше, чем на 10 километров в час. 40 евро. Сразу это минимум, да, самый. И дальше все по нарастающей. Здесь я вам не могу ничего рассказать о штрафах. Потому что нас даже ни разу не остановили, чтобы что-то проверить. Здесь нет такого, что, скажем, я лично не видела. Я не знаю, может быть, есть где-то в больших других городах каких-то, да. А у нас здесь такого нет. Я ни разу не видела, чтобы полицейские стояли, спрятавшись за каким-то кустом или пригорком, спрятав свою машину и стояли, чтобы они выслеживали, кого бы нам оштрафовать. Здесь я такого не видела. И это делает много чести этой стране. Вообще страна прекрасная, чудесная. Смело приезжайте сюда на своем автомобиле. И когда вы едете по гладкой, ровной трассе, и вы видите эти бескрайние просторы с красивыми-красивыми какими-то постройками вдалеке, либо горы там, закаты, рассветы, море, вы будете себя чувствовать счастливыми. А это же цель любого человека, чувствовать себя счастливым как можно чаще, чего я вам от всей души желаю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok